всем здорово ребят с вами локи мы продолжаем карьеру нашего футболиста уже в новом году всех еще раз поздравляю с наступившим новым 2018 годом и мы влетаем уже ребят в чемпионат мира в нашей карьере у нас будет в этой серии матч против сборной германии вот такое противостояние ну а также матч против весбромич альбион спрашиваю частенько как получилось так что я прокачался уже до 88 рейтинга ребят я прокачиваю каждую тренировку слежу за этим на начальных этапах я проходил все это вручную но не показывал на записи потому что вручную есть шанс того чтобы сделать тренировку лучше чем на симуляции также старался выполнять требования тренера вот эти вот задачи потому что от них собственно и ваша прокачка идет тоже потому что вы стремитесь забивать голы стремитесь получать более лучшую оценку за игру отдавать больше голевых передач сделать соотношение голов к ударам тоже лучше то есть это ваш некий мотиватор также спрашивали постоянно как получать новые бутсы новые какие-то обтягивающие майки или еще что-то у вас есть вот успехи и здесь есть форма и стиль где вы можете ребят смотреть за какие различные варианты что дают короткие гетро например еще что-то все это постепенно у вас прокачивается и вот например короткие гетро я смог получить только когда перешел в манчестер юнайтед а до этого мы целый сезон отыграли в тостно то есть не бегите вперед паровозов все придет со временем также различные празднования могут открыться вот здесь вот различные наборы например что вот здесь например пенальти с заминкой изящные передачи талантливые эффекты вбрасывания очередные тоже какие-то подачи угловых сильные удары и тому подобное все это тоже прокачивается тут то есть вы можете посмотреть вот вам нужен общий прогресс 45 у вас есть 40 и и собственно потихонечку это все я незачем не стремился и ничего сам не прокачивал то есть все шло своим чередом вы будете постепенно прокачивать то есть нельзя сразу на старте карьеры получить какого-то супер забивного футболиста вот у нас сейчас уже сыграно за манчестер 22 матча то есть это немало и плюс мы отыграли сезон за тостно плюс были матчи сборной да там была небольшая травма но мы ребят справились и мы прокачиваемся если вам тяжело то иногда вот здесь вот в магазине в карьере футболиста будет прокачка тренировка игрока у меня просто его нету было по моему штуки 2 вот вы можете ее юзнуть и один раз все пять тренировок у вас будут в усиленном режиме прокачены но это честно скажу много не дает потому как мне в комментариях писали что мол я только так раскачивался но ребят там было всего две штуки на этом далеко не уедешь ну что ребят погнали на матч против west bromich альбион давайте наберем 550 лайков ребятки лучшие комментарии как обычно будут следующем выпуске но и погнали все чаще тренер ставит нас на правом фланге и на самом деле не очень это нравится потому как я люблю больше играть на острие они где-то там с краешку но сегодня вроде когда лукаку с первых минут на футбольном поле что делает son west bromich его продал тоттенхем вы серьезно очень интересно и пробиваем лукаку ну нет лукаку он не смог пробить но пока неплохо пока соперник блокирует наши удары отлично на дриблинге и еще одного проскочили и сильный прострел лукаку нет ну что такое лу но видно что парень не часто играет и по всей видимости не может пока найти какой-то вот игровой тонус ох как ушли и вот здесь ромеро спасает да накрутили наших защитников фил джонс там упустил упустил соперника партнер помочь не сумел и 27 минут позади пока ноль-ноль еще одна подача ух как интересный интересный удар головой здорово и в дальний ух шведкой с правой ноги зарабатываем угловой я вообще думал что мы пробьем сейчас с левой опасно сон с мячом прокидывает себе вперед удар сона и красивый гол 1-0 наказывает на сон разобрался с защитой пробил с правой в дальний и ромеро спасти не сумел 42 минута здесь довольно просто все было сделал он еще небольшой шаг вперед подработал мяч увидел открытый угол и забивает свой первый гол хорошо лукаку скинул нам под удар еще один угловой ну и мы на фланге пошли пошли вперед лукаку бьет лукаку но с левой ноги угол острый тяжело здорово влетели в штрафную и надо в дальний и голкипер вытаскивает хороший выстрел но и вратарь вратарь хорош ну и понеслась лукаку открывайся открывайся я не буду тебе давать мяч на два шага перед собой лукаку бей но там штрафной отложенный штрафной и флоренция получает карточку нет не получает очень странно удар поворотом и это не очень сильно и не очень точно и дальний выстрел и угловой должен быть есть есть еще угловой и ромеров штрафной подача бьем головой еще один угловой и все ребят мы проигрываем эту встречу были у нас моменты но он единственный точный удар нанес в этом матче сон и приносит победу в с бронвичу ну а мы отправляемся на игру против сборной германии матч сборной германии сборной россии квалификационный раунд чемпионата мира мы пока что идем на первой строчке немцы вторые и кстати говоря ребят челси проиграл волкам 2 3 мы не одни кто в прошлый тур проиграл далеко не лидером и как мы видим турнирную таблицу сейчас нашей сборной выбрасываем все мысли о клубных матчах сейчас нас ждет матч за сборным и в стартовом составе сегодня смолов и кокорин играют двух нападающих а мы играем даже в сборной сегодня на фланге видимо насмотрелся тренер нашей сборной матчи м ю где мы выступали именно на фланге и посчитал необходимым сегодня против сборной германии выставить именно вот такой вот состав где смолов и кокорин будут с первых минут и также будем присутствовать мы но на правом фланге атаки поехали здорово и вот сейчас мы можем разорвать фланг у нас есть скорость и как раз кокорину со смоловым нужно где-то быть в центре смолов не получилось пробить головой загоев шатов и сразу в дальний лежать лежать бояться ребята мы забиваем уже на четвертой минуте увидел нас алант загоев на фланге немножко он здесь покрутил защитников мы на ложном замахе ушли и хлопнули в дальний угол немецких ворот не смогли спасти ни защитники не вратаре вот так вот мы сразу же забиваем свой седьмой гол удар поворотом и крецук спасает где шакенфеев озил мюллер главное не дать пробить ребята тони кросс удар поворотом и повезло нам повезло здесь было очень опасно давайте ребят встречаем снова узел выносить один один марка ройс казалось бы не очень сильный пас залетает штрафную но наша защита растерялась и марка ройс переигрывает кайцука закладывает мяч в угол и счет становится один один четвертые двадцать девятые минуты смолов забивай перекладина кокорин добивает головой нет не получилось но момент неплохой мюллер ой 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 и крецук спасает да ребят буквально каждый момент опасен и сейв крецука уже шесть сейвов у нашего галкипера и успевает успевает опередить мюллера наш защитник или все таки мюллер пробил нет мюллер пробил но не точно две минуты к первому тайму добавлен ребят и пока очень напряженная встреча отлично кокорин кокорин прострел на дальнюю ну куда этот загоев что это за скидка кому ну и что это что за идиотизм один не бежит второй убегает и сейчас просто защита принесла нам момент у нас шковорот томас мюллер пробивал ему никто не мешал еще один выстрел томаса мюллера и здесь два один шмельцер на добивании делает счет два один но это сборная германии ребят это сборная германии тяжело и здесь уже никто не мешал шмельцеру добивать мяч в ворота ну хотя бы мы пробили ребят заработали угловой кокорин поле покидает горецкая выходит вместо тони кросса у немцев какой выстрел и какой гол один два два ребята два два я даже заговорился но как мы его положили а я не ожидал что мяч залетит мне кажется немцы тоже этого не ожидали и счет сравнивается за 10 минут до конца ух красавец просто красавец гол смогли принять на ногу вот такую вот непростую подачу и попасть самый уголок не успел я сделать передачу озил марка ройс пошла подача и все-таки третий томас мюллер ну вот что ты будешь делать не справляется наша защита мы пытались мы забивали но здесь вот просто все стоят и смотрят футбол мюллера никто не прикрывает буатэнк белораби забнин и и крецук снова ногами лезет играть ну ты же вратарь у тебя есть руки еще и пенальти марка ройс и крецук 4-2 дубль марка ройса сборной германии показывает командный футбол сборной россии показывает непонятный футбол но здесь раскидал ройс мяч галкипера и даже наш дубль за последние десяти минутку не помогает нашей команде вырвать хотя бы ничью но мы пока что с двенадцатью очками все равно находимся вверху таблицы если не первое так второе место потому что я не помню сколько у немцев было по-моему у них 9 было значит сейчас 12 и по личным встречам они выше нас но все равно ребят мы пока что еще боремся за выход ну а я жду от вас поддержку лайки, комментарии подписывайтесь на канал если еще этого не сделали вступайте в группу вконтакте ну и ребят увидимся всем спасибо за просмотр и пока-пока